Всем привет! Сегодня 9 апреля, Московская область. Это видео будет в формате деревенского влога. Погода у нас нестабильная. Днем, конечно, плюсовые температуры до плюс 10, а ночью заморозки. Было и минус 8, сегодня было минус 1, но днем передают плюс 10, а ночью 0 градусов. Посмотрим. Я вчера выезжала в Москву по работе, возвращаясь уже обратно в деревню, заехала в агрохолдинг поиск. Я в декабре прошлого года заказывала там хосты и позвонили, сказали, что заказ собран и можно забрать. Я заказывала самовывозом. Хочу сказать, что со вчерашнего дня у нас работают, наверное, все торговые площадки садово-огородные, потому что по пути я проезжала даже ни одну и ни две торговых площадок, все были открыты, все магазины садоводческие открыты. Поиск тоже открыт. Приезжаешь, спокойно все забираешь, оплачиваешь, все без проблем. Так что жизнь продолжается. И хотела вам показать, какие хосты заказала. Как вы знаете, я уже говорила, что создаю в этом году очень большой цветник. Вот. И сейчас подкупаю растения. С прошлого года заказываю, вот сейчас уже мои заказы потихоньку начинают приходить. Заказала хосту пасфандер. Правильно прочитала? Пасфандер. Такая красивая. Получается, у нее края зеленые, а серединка такая белобежевая. Это корневище, конечно, не готовое растение, чтобы там было уже большое. Но корневище почему купила? Потому что выходит дешевле, чем купить готовое растение. Она такая небольшая. Но корневище мне очень понравилось в плане того, что белые корешки, корни сами очень упругие, не как мочалка. Хорошая почка, она еще в таком сонном состоянии, не тронулась в рост. Мне они понравились. Хотя, конечно, корневище маленькое. Но очень выгодно покупать, дешево выходит. В принципе, можно все это дорастить. В любом случае, я сейчас буду все это, я покажу, высаживать в горшки временные, технические. Потому что цветника еще у меня нет. Территория не подготовлена, потому что все затормозилось. В связи с этим карантином мои камни еще для обрамления цветника не приехали. Ну, в общем, сейчас такие небольшие трудности. Такая хоста, очень она мне понравилась. От Эмфрост. Все две хоста из этих четырех. Я четыре хоста заказывала. Две из четырех стоят 180, по-моему, 9 рублей. Самая дорогая, это вот где написано люкс, она стоит 298. А остальные меньше 200 рублей. Вполне приличная цена. Хостом Фрост очень мне понравилась. Хосты все гибридные, красивые. У меня есть хосты такие более обычные, знаете, такие дворовые. Меня угощали, я подсаживала там. У меня есть цветничок такой небольшой. Тоже, смотрите, какие замечательные корешки. Все беленькие. Нет вообще подгниваний, никаких подпреваний. Отличное. В принципе, все отлично. И как раз у меня высадка всех растений будет не раньше середины мая. И она у меня во временных горшках и подрастет. Все корешки упругие, мне понравились. А то, что маленькая, ничего страшного, да растет. Следующий хост это Форчуна Патриот. Тоже очень красивая. Смотрите, если это серединка белая и кайма зеленая, а здесь наоборот. Кайма белая, серединка зеленая. Красивая. Я брала все хосты размером М. Л. Все-таки они высоковатые, большеватые. Нужно для них отдельный цветник делать. С. Слишком маленькие хосты. Ну, прям вообще. А вот М самый хороший размер. Вот они 65-70, ну максимум 80 сантиметров. Поэтому выбирала принципиально размер М. Ну, в принципе, они все одного качества. Вот если посмотреть. Отличные. За такую цену, меньше 200 рублей, гибридные хосты, я думаю, не купишь. Если их брать в горшках, они... Ой, я в прошлом году спрашивала, около... Не около, а 350 рублей стоили в горшочках. Так, это хоста Минитмен. Вот такая, тоже очень красивая, она схожа с этой. Вот они похожи, но они в то же время похожи, но они разные. В общем, вот такие хосты купила. Больше не стала ничего заказывать. Я люблю, когда есть сама вывоз у агрофирм. Приехала, я сначала посмотрела в пакетиках, что там лежит. Мне понравилось, и я купила. То есть я даже раньше получение товара не оплачиваю. Мы уже научены горьким опытом, так что стараюсь сделать теперь так. Ну что, взяла здесь, по-моему, 2 литра горшок двухлитровый. Сделала субстракт. Намешала, в общем, и перегной, и землю, и торф. В общем, всего-всего. И сейчас буду брать корневище и высаживать в эти горшочки. Хосту я, если вот почка, вот она почка, я ее заглубляю на сантиметра 2, не меньше. Заглубление. Насыпала. Здесь, конечно, большие дренажные отверстия. И здесь она у меня будет сидеть до самой высадки. Ну, здесь, наверное, ничего сложного, в принципе, нет. Устанавливаю растение в горшок и засыпаю землей. Оставляю почки на поверхности. Вот буквально, буквально, буквально совсем чуть-чуть. Практически я ее засыпаю всю землей. Вот она, почечка. Она, видите, у меня практически землей засыпана. Обязательно я пролью. Без этого никуда. Эти горшки я поставлю в теплицу. Будет находиться в теплице. Вот таким образом будет расти до момента высадки. И будет уже за полтора месяца, в принципе, полноценное растение. Потому что высаживать буду не раньше середины мая. В общем, я показывать все не буду. Хосты, как я высаживаю, здесь ничего такого нет. Я надеюсь, что не будет, конечно, пересорта, потому что я именно эти сорта хотела. Ну, посмотрим. Хотя у хост очень часто пересорт. Но самый частый пересорт это у роз. Там, наверное, процентов 95 всегда пересортится. Так, привезла еще с работы. Я на работе черенковала у себя. Это пеларгония. У меня там находятся маточные кусты. Я не храню маточники в квартире, потому что у меня нет условий. Поэтому делаю все это на работе. В принципе, здесь делать-то и нечего. Черенкование пеларгонии мудрости никакой не нужно. У меня маточные два куста. Один маточник красного цвета, красивый такой. Она обычная, но красный красивый цвет. И одна белая розовая. Она более капризная. Сорта не знаю. Просто нарезала черенки. Семь черенков нарезала. Все семи у меня прижились. Мне вообще нужно пять. Но делала семь с расчетом, если будут выпады. Но у меня прижились все. Значит, черенковала в какую землю? Здесь у меня... Вот, видите? Черенковала я, наверное, 10 марта. Отрезала черенок, подсушила примерно полдня. И поставила в землю. Земля у меня здесь. Значит, торф агробалт без минеральных удобрений. Я смешала с биогумусом. Отлично получается. Сто процентная приживаемость. Я высевала семена и томатов, перцев, баклажанов. Баклажанов именно в такой субстракт. Мешала торф с биогумусом. Отличная вещь. В общем, мне очень понравилось. Смотрите, какие корешки. Очень хорошо все. Сто процентов приживаемость. И очень хорошая всхожесть семян именно вот в таком субстракте. Я теперь буду всегда высевать семена именно в такую землю. В середине марта я черенковала. Наверное, вот числа 11 или 10 марта. Вот в этих числах. Все отлично прижилось. Пеларгонию буду высаживать в горшки. Вот уже посадила. Сейчас покажу. Сегодня буду ее высаживать. Потому что она уже все, стаканчики маленькие. Это горшок, который я переделывала. И вот она пеларгония. Я сюда высадила два куста красной пеларгонии. Горшок этот, наверное, ну литров 7, не меньше. Решила именно два кустика посадить. Хочу прям вот, чтобы было прям много-много зелени и много цветов. 7 литров для двух растений это будет достаточно. Тем более, я эти растения потом не сохраняю. Я их убираю. Остается у меня по-прежнему маточный куст, откуда я беру черенки. Придумала здесь тарелочку. Видите, пока так. От горшка, от старого, который был разбит, осталась тарелочкой. Теперь она у меня так будет стоять. Пока. Высадила вчера. Смотрите, все так приличненько. Здесь два черенка. Черенки вообще отличные получаются. В биогумусе и в торфе. Просто отлично. А эти пиларгошки я буду... Этот у меня горшок будет стоять, конечно, на веранде. А остальные я буду сажать в технические горшки, потому что у меня нет больше кашпо для них. Это черные такие. Из-под каких-то растений остались. Я их не выбрасывала. Здесь хорошее дренажное отверстие. Засыпала легкий субстракт, который я показывала. Я наполняла вазоны. И все. И буду сюда высаживать по два растения. И эти горшки я поставлю уже в цветник, который буду создавать. Потому что цветник создается с нуля. Абсолютно цветущих там растений в этом году в любом случае не будет. А эти горшки я поставлю. И я думаю, все будет хорошо. Она будет свести, создавать какие-то яркие пятна. И будет замечательно. По два растения. Здесь горшки, наверное, по литров 10, не меньше. Итак, я еще достала гладиолусы с холодильника. У меня 5 луковиц. Это мне в прошлом году зимой прислал зритель моего канала. Я никогда не выращивала эти цветы. Мама у меня тоже не выращивала. Потому что она их не любит. В общем, я буду это делать впервые. Посмотрела несколько видео. Показывает, кто на что гораст. С этими луковицами. Я, знаете, я бы их и не чистила бы. Потому что показывает, что нужно очищать полностью все рубашки до кожи. Ну, тоже так, наверное, сделаю. Потому что боюсь, что, может быть, какие-то будут здесь заболевания. В общем, очищу. Поставлю именно в этой емкости их на северное окно. И будут они у меня стоять до высадки. Как только пустят, я увижу корешки. Буду высаживать их в горшки. У меня есть тоже технические горшки. Они более длинные, такие высокие. Они узкие, но высокие. Я их буду высаживать именно туда. В открытый грунт сажать не буду. Потому что в цветник. Все упирается в цветник. Я не знаю, когда он у меня создастся, воссоздастся. Поэтому я сейчас все буду высаживать в горшки, в кашпо и так далее. Нет еще территории готовые, где это все будет расти. Вот решила так. Эти горшки высокие технически я поставлю в этот же цветник. И будет оно у меня там расти. Ну, посмотрим. В общем, гладиолусы уже достала. Все, пора. Сейчас почистила луковицы гладиолусы. Смотрите, в каком отличном они состоянии. Корешки еще не проснулись. Это хорошо. Потому что высаживать даже в горшки пока, я думаю, рановато. В кашпо. Оставлю их в такую паутень. Просто в емкость. Надеюсь, у меня в этом году вырастут красивые гладиолусы. По крайней мере, луковицы очень красивые. Также хотела показать. Я уже посеяла бархатцы. Это низкорослые. 20-25 см. По полпачки. Потому что семян очень много. Что это за фирма? О, фирма Поиск. Сыпят они в эти пакетики очень много. Что удивительно. Значит, высокорослые обязательно высаживаю немножко. Они до 70 см. Ну так, 60-70 см в высоту. Георгинки обязательно веселые ребята. Каждый год выращиваю. Очень красивые. Очень. Они не большие, не высокие. По-моему, сантиметров 50, наверное, максимум. Здоровские цветы. Все разноцветные. Красивые. Это то, что я уже посеяла. Значит, 15-го числа. 15-го апреля буду высевать все тыквы. Буду высевать огурцы, которые буду высаживать в теплицу. Затем посею с 15-го числа. Это подсолнечники. Это такой невысокий декоративный подсолнух. Он всего лишь в высоту 40 см. Это будет у меня для горшков. Будет стоять тоже. Посажу, наверное, в горшки. И поставлю в цветник. Это высокорослый подсолнечник оранжевое солнце. Очень красивый. У меня есть фотографии. Замечательный подсолнух. Этот подсолнух с шоколадкой я буду впервые выращивать. И вообще подсолнух я люблю. Я бы их еще больше выращивала. Но в этом году у меня на все сил не хватит. Обязательно сегодня посею базилик со вкусом корицы. Это новинка. Никогда не высевала его посею. Это лимонный базилик. Очень хороший. Найдете такой базилик, сейте обязательно. Вкус, запах восхитительный. Базилик карамельный. Это уже семена мои я собрала. Замечательный базилик. Аромат невероятный. Замечательный. Прям я в восторге. Собрала семена. Семена базилика очень сложно собирать. Между прочим, они мелкие. Видите, они у меня насколько чистые. Нет никакой трухи там. И вот чтобы собирать эти семена, чтобы они были такого качества, это, конечно, тяжеловато. Ну, не люблю их, когда в семенах есть остатки растений. Там какие-то палки. Это вообще, конечно. Посеяла 28 февраля гибрид по щучьему. Ой, 28 марта я посеяла по щучьему велению. Это от биотехники огурец. Это одностеблевое такое растение. Листы у него небольшие. И такой вот он компактный. Не такой, не разрастается листвой. 28 марта уже в таком состоянии. Есть один настоящий листик и зачаток второго настоящего. Как только выйдет третий настоящий лист, я буду высаживать в теплицу, где-то в углу. Очень близко друг к другу посажу, потому что растение малооблиственное. Поэтому можно посадить очень близко в теплицу. Это для раннего урожая, конечно же. Основные растения огурцов я буду высевать 15 апреля, не раньше. Потому что я не люблю высаживать растения, когда, знаете, стебель и тысяча уже листов на нем. Вот эту длинную шнур я никогда не высаживаю. Три листа настоящих, максимум четыре. Это касается и огурцов, и тыкв, и кабачков тоже. Я их тоже буду 15 апреля высевать. Потому что чем больше листьев на растении, особенно таких, как огурцы, тыквы и кабачки, тем тяжелее они приживаются. Вот я заметила, что три настоящих листа – это самый лучший вариант приживаемости. Огурцы эти я высевала в рассадные пакеты, если вы видите, и сухими семенами. Отлично взошли. Три высевала, три взошли. Вот, в принципе, это планы у меня на этот день. Высадить пеларгонию, посеять еще то, что здесь у меня базилик не посеян. Базилик я высеваю рассадой и потом высаживаю в теплицу. Я на улице уже базилик не выращиваю года два, потому что он очень плохо растет в открытом грунте. Кинзу еще посею обязательно, я забыла сказать. Вот кинзу я высеваю в открытый грунт, она хорошо растет. А вот базилик плохо. Он, если и не умирает, но на нем 3-4 листочка хиленьких, нет вот такого пышного хорошего куста, как в теплице. И очень хорошо он растет с перцами и с огурцами в одной теплице. Замечательно. В прошлогоднем видео у меня есть, можно посмотреть, кустищи такие. Посадить 10 растений базилика и вам хватит и приправы заготовить, и свежим поесть. Завтра хочу снять видео о своих подоконниках, что на них растет, в каком состоянии сейчас основная рассада. Я посмотрела записи прошлогодние, высаживала томаты и перцы я 27 апреля. Но не забывайте, в прошлом году еще были у нас 5 или 8 заморозки. Приходилось мне все это накрывать укрытым материалом. Уже, наверное, с числа с 15-16 я буду выносить всю рассаду в теплицу на закаливание. Никогда не высаживаю рассаду с подоконника. То есть она у меня проходит закаливание. Хотя бы недели две она должна постоять просто в теплице. Я накидываю укрытый материал номер 17. Это не с целью, чтобы защитить ее от каких-то морозов. Теплицы очень теплые, у меня стеклянные. А с целью, чтобы солнце их не обожгло. Потому что самый важный такой момент, это когда обжигает весеннее яркое солнце такую нежную рассаду, которую мы выращиваем на подоконнике. А у меня на этом все. Я желаю вам всего самого хорошего. Не болейте и всем пока! Пока!